Друзья, всем привет! С вами компания Автомагнитола Rus и сегодня у нас будет подробный обзор головного устройства марки Tracy T3L332. В данной модели 3 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта встроенной памяти. Встроенную память также можно увеличить USB флешкой. В магнитоле 8-ядерный процессор, есть слот под сим-карту. Можно вставить сим-карту для интернета и интернет будет постоянно. Не нужно каждый раз раздавать Wi-Fi с телефона, как в моделях попроще. Цветные сенсорные кнопки по бокам. Их можно в настройках настроить под любой цвет. Например, настроить под основной цвет приборной панели автомобиля, чтобы хорошо сочетался салон автомобиля. В данной магнитоле DSP-процессор с множеством настроек звука. Звук у вас будет лучше, чем на штатный. Отличный вариант для ценителей качественного звучания. Звук будет объемнее, сочнее, громче. Есть широкополосный эквалайзер. Можно настроить звуковое поле, объемный звук, сабвуфер, бас и так далее. А теперь пробежимся по основным приложениям. В магнитолу можно скачать любое приложение, как в телефоне с Play Market. Такие, как навигатор с голосовым управлением от Алисы. Привет, Алиса! Навигатор также выводится на рабочий стол. Вот сюда. Есть Яндекс.Музыка. Очень удобное приложение. Всегда им пользуюсь. Можно также голосом во время движения искать нужный трек. Или приложение музыка ВКонтакте и другие. Контркам. Приложение, которое показывает все камеры в городе. Также можно любое другое скачать наподобие. Далее есть Фатсап. И другие социальные сети также можно скачать. Далее всем известный Ютуб. Здесь можно обучить штатный мультируль. Если в комплекте есть коншины, мультируль настроится автоматически. Но это уже зависит от самого автомобиля. Далее радио. Работает от штатной антенны. Можно сохранить любимые станции. Здесь множество настроек. Также можно скачать и онлайн радио. Далее файлы. Соответственно можно вставить флешку с медиафайлами. Слушать музыку. Смотреть видео. Если например едете по трассе и нет интернета. Также соответственно есть блютуз. Можете слушать музыку с телефона. Говорить по громкой связи. Набирать номер телефона с магнитолы. И синхронизировать с телефона книгой. И набирать номер уже по именам как в телефоне. И соответственно будет показывать магнитолу, кто звонит как в телефоне. Можно скачать любой браузер. Например Яндекс браузер. В данном случае установлен Google Chrome. Можно выходить в интернет как в компьютере. Есть функция разделения экрана на две части. Например вам навигатор, пассажир YouTube или другое любое приложение. Здесь можно слушать музыку с флешки USB или по блютуз с телефона. В данной модели есть беспроводной карплей для айфона. И андроид авто для андроида. Полное соединение с телефоном. Идем далее. На рабочем столе есть инструкция на русском языке. Также подробную инструкцию высылаем в электронном виде в PDF формате. Установка магнитолы и камеры заднего вида. С картинками, с иллюстрациями и так далее. В магнитоле множество настроек. Ее легко можно настроить под себя. Wi-Fi, сим-карта, настройка дисплея, звука, приложений, автоматический запуск с USB накопителя. Чтобы, например, при запуске магнитолы сразу запускалась музыка с флешки, ну или любое другое приложение. Здесь настраиваются просмотры видео во время движения, автоматический запуск навигатора при включении, настройка камеры заднего вида, формат, парковочные линии и так далее. Далее управление подсветкой вот этих вот сенсорных клавиш. Например, чтобы днем горел один цвет, а в ночное время другой. Настройка громкости навигации во время музыки. Настройка самой подсветки этих сенсорных кнопок. Настройка мультируля. Заводские настройки, пароль 3368. Здесь можно настроить тачскрин. Далее выбор модели автомобиля. Это если в комплекте на ваш автомобиль идет коншина, вот такая, например, то ее нужно прописать под ваш автомобиль и связать с магнитолой. Функционал уже будет зависеть от вашего автомобиля. Например, будет отображаться штатный бортовой компьютер, штатные настройки автомобиля, открытие дверей, управление климата, может выводиться прямо на магнитолу, штатные паркроники и так далее. Повторюсь, этот функционал полностью зависит от самого автомобиля и комплектации автомобиля. Коншина идет в комплекте не на все автомобили, только если в автомобиле кановое подключение. Если аналоговое, то коншина в комплекте не нужна, так как никакой функционал она выполнять не будет. Далее здесь можно установить логотип вашего автомобиля при включении. Присутствуют все марки автомобиля. Далее настройки передней камеры, если захотите ее поставить. Здесь настройки лаунчера. Можно установить тему на любой вкус. Сейчас у нас такая тема по умолчанию. Выберем другую. Например, эту. И полностью поменялся интерфейс магнитолы. Данная магнитола, соответственно, идет в комплекте с рамкой под ваш автомобиль. Смотря как у вас автомобиль. И с переходниками, заводские фишки именно для вашего автомобиля. И, соответственно, с полным комплектом проводов. Два USB разъема. Они выводятся в бардачок. Слот для сим-карты тоже, соответственно, выводится в бардачок для постоянного доступа к сим-карте. Далее, GPS-антенна для навигатора. 4G-антенна для сим-карты. РЦА-провода для подключения дополнительных устройств. Например, сабвуфер, усилитель, камеры заднего или переднего вида. И так далее. Теперь посмотрим вид сзади. Алюминиевый корпус. Кулер охлаждения с вентилятором. Он автоматически включается при длительном использовании устройства. Дорогие друзья, на этом обзор закончен. Всем отличного дня.